приветствую на канале а смотри play мы начинаем играть портал 2 итак давайте посмотрим что несет нам эта игра потому что первую я прошел что-то уж больно быстро я думала гораздо длиннее бонусные игры я не стал конечно записывать это дополнительные комнаты ну они такие да скажем там уже портал на скорость открывать надо не очень-то не такие логичны как нужно быть быстродействие быстродействующие быстродействие как правильно сказать нельзя ну доброе утро вы находились консервации 50 дней все испытуемый в центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья так это я просто услышите сигнал когда услышите сигнал посмотрите на потолок хорошо вы услышите сигнал когда вы услышите сигнал посмотрите вниз на пол хорошо на этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Ну и? Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Да. Недолго я погулял, конечно. Хотелось бы... Хотелось бы поодолься. Ладно, что, сон, час. Ой. Эй! Есть кто-нибудь? Эй! Ты откроешь дверь в ближайшее время? Немного. Эй, там! Ты откроешь дверь? Тут срочное дело. А, просто... О, мой бог! Ты выглядишь уже... Хорошо. Хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке. Хорошо, подвигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Я очень заметил. На твое усмотрение. Ээээ. Что за херня? Что значит, я вытащу нас отсюда? Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! А телевизор-то работает. Оператор. Большинство испытуемых через несколько месяцев консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Закрой рот и вытащи меня отсюда. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи да. Да. Так сказать, яблоко. Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держи себя. Что-то я не пойму. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Ух ты, ничего себе! Хоть бы в холодильник меня затолкали. Я хотел говорить тебе, но придется у нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. А я, как же я? И, конечно же, мне никто ничего не сказал. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 тысяч чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко! Тебе видно? Я пролезу? Места хватит? Ну, ты-то пролезешь, ты же шарик. Не надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. Так. Чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 тысяч чертовых овощей. Ааа! Видишь, я ударился, я ударился. Хату-то разваливается у меня. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся, но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо? Не мертвы. Ну, давай, спасай меня. Мы почти на месте. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Я готов. Готова? Я баба? А, ну, хотя бы ты вроде бы как, да. Там же вроде женщина была нарисована. Так что одним неизвестным меньше я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись духом. Господи, сколько лет-то прошло. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстие. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Да я разберусь, давай. Вот мы. Вошли. Вот мы и на месте. Буду с тобой честь. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. Не физи... В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Правляться с необходимым устройством. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Минуты. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. А вот, видишь, баба, да. Так, ну, я вышел. Так, и что дальше? Ну, пошел я. Так, 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 так. Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожно. Давай. Вези меня. Вези меня, тварь. Что вы? Меняйте этаж так долго? Лаборатория. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. Так. Ага. Понятно. Так, получили куб. Вышли с этим кубом. Так. Где у нас дверь открылась? Вот она. Сразу не поймешь ни хрена. Да, чувствую, без пушки-то вот. В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Что-то сверху-то накладывается, накладывается. В камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратите немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Я и так записываю. Для общества, которое еще и не вздумало помирать. Да. Если в настоящее время земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка. Сэр. Эээ. Все, кто не поклоняется, убьет. Здорово. Так, ладно. Голосу рассудка. Слушаться надо, значит, да? У тебя получилось. Да. Подставки должны быть портальные устройства. Есть. Вах ты. Ты видишь портальную пушку? Ты жива? Да, жива, жива. Я, ты знаешь, что я собираюсь сделать, я буду действовать из предположения, что ты жива и буду ждать тебя впереди. Подожду, подожду один час, а потом вернусь, и я. Если найду твоё мёртвое тело, похороню тебя. Правильно? Молодец. Моя команда. Увидимся сейчас. Увидимся сейчас. Надеюсь, не мертва. Ага, у меня только один портал. Не надо. Ну-ка. Не получается, ладно. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. А, вот так вот. Хорошо. Если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши правооговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Здорово. Только он сначала меня пристрелит. Этот робот. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить кладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. Один, два, три. Ничего себе. Перед лицом неизбежной смерти. Хороший ты. Оптимистично настроен. Чего на вечер? Так. Так, вот он я. Кстати, что мне с ногами надо будет посмотреть сейчас на портале. Так. На, на. Первый клуб есть. Так, еще разок. Ух ты, ноги-то в чем-то. Ладно, это мои боты такие. Потрясающе. Так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Здорово. Здорово. Сюда надо. А там чё? Что здесь? Не понимаю, для чего тут комната нужна. Куда и ладно. Лифт. Я пришел. Давай. Центр развития подвергается бомбардировке огненными, огненными, огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса. Избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Это я где буду? Опаньки, я где-то вышел. Так, хорошо. А вот я откуда вышел. Теперь мне надо кубы притащить, правильно? А куда-то ведет? А вот он. Чуть не упал. Берем куб, ставим. Получилась лесенка и пошли, 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 пошли. Господи. Хрен там, ага. Ну кто сказал, что будет легко. Да, давай уж. Блин. Я думал, хоп, наступил. Превосходно. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Прекрасно. Меня интересовал вопрос, вот будет он работать или не будет работать? В постапокалиптических апокалиптических обстановках. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал, если законы физики в вашем будущем больше не действует, да поможет вам Бог. Вот. Ничего себе. То есть меня может расщепить, как я понимаю, через проход. Через проход. Камера должна упасть была. Вот так. Зачем она здесь нужна-то? Так. Угу. А где куб? А где куб? Давай-ка. Йоу. А теперь я. Здорово. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизаций, запомните, испытание это будущее и оно начинается с вас. Хорошо. Смотрим. Угу. 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 Элдика. Угу. Сейчас мы полетим. Вау. Ух ты. Здорово. Вообще, пролетели так. Мачно. Так, а чего зачем речь это досот? минуту заберу я до отсюда но мне-то надо туда его перебросить а чтоб туда перебросить теперь я скуби-дубиду уху пойдем кубик вот так вот не понял блин ну ладно папа ничего творить будущего однако если вы старые недоразвиты или страдаете от увечили радиации в такой степени что будущее не должно начинаться с вас вернитесь свое примитивное время и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов вот не чё ты козёл оскорбил меня по всем пунктам я оскорбил тварь такая тестовых протоколов все средства безопасности были отключены центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой все перевернуто уже теперь ладно я вижу и что супер ты нашла портальную пушку это прекрасная иллюстрация что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящий герой правда какая храбрость открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону перешел окей слушай да я тебе кое-что скажу это очень важно но они говорили никогда 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 не отсоединяться от направляющих рельс или я умру но у нас нет вариантов так что пожалуйста приготовьте меня поймать на тот случай если я не умру когда отсоединюсь на счет 3 готова готов 1 2 3 высоко слишком высоко правда ведь это знаешь если на счет 3 то ты слишком долго сомневаешься давай на 1 готова да я не умер я не умер а с чего бы отключи меня к той штуки на стене хорошо я тебе кое-что откажу ты будешь потрясена какой штуки на стене подключить давай просто суй меня туда а вот это да я не могу когда ты смотришь в жопу засуну я серьезно я не шучу но отвернись на секундочку хорошо теперь можешь повернуться повернулся до получил удовольствие открыл пока стоял отвернувшись подними меня и последствий и вперед пошли вперед куда теперь вот следовать по рельсу как это здорово мы можем идти куда захотим хотят а серьезно куда нам идти подожди да я сориентируюсь да здравствуйте мы просто проходим старайся не встречаться взглядом нет спасибо у нас все прекрасно проходим проходим это же те которые стреляют чуть мозгов не лишился после по настроенному больше наверное сейчас самое время вести тебя в курсе давай выбраться нужно пройти через ее камеру а скорее всего она нас убьет если она не спит замечательно ее что ее что за кто так разговаривать хорошо открываем карты я не хочу этого делать я не хочу туда заходить не надо не входит туда она выключена отставить панику она выключена это она знала бы ты какая она была противная честно прямо маньяк это который впервые прикончил но с ней расправился в итоге ты не поверишь человек я знаю я знаю я бы тоже не поверил из первой части на ведь сбежал никто его больше не видел он долгое время вообще ничего не происходило а теперь вот мы с тобой убегаем в общих чертах это и есть вся история теперь ты в курсе ничего на куда идти-то так оттуда я пришел пришел ну вот она разбитая стоит в этот первом портале по-моему да я эту пушку-то разнес к чертям собачьем да она была маньяком это я точно помню да вот вот и кастрюли сжигал ее запчасти а тут не было лестнице удержала ты меня удержала чудеса не шел крепко мы в порядке это здорово извини я посмотрел вниз не советую этого делать я посмотрю мне это ничего это главная пультовая ночи переключатель для спасательной капсулы хорошо больше ничего не трогай так ничего не трогаем ни на что не смотрим нет смотреть тебе надо чтобы найти спасательную капсулу но вот она когда что-то посмотрела и там не написано спасательная капсула больше на это не смотришь хорошо но ничего не трогай и на что не смотри и вернее смотри но не ну ты ты ее где-нибудь видишь подключи меня и я зажгу свет да будет свет где 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 это бог я цитирую ужас но все будет в порядке покрайней мере пока не начнет подниматься началось включение питания так не паникует хорошо прекрати паниковать я могу все остановить я его взломаю не проблема эта штука собирается это хрен собирается я уже пробовал включение питания завершена новый план иди себя естественно мы ничего плохого не сделали привет а это ты ты ее знаешь давно не виделись как дела и сделали тоже я была так занята пока была мертва ну после того как ты убила меня что ты сделала нет нет еще здорово ладно слушай мы обе наговорили много такого о чем ты еще пожалеешь но сейчас мы должны забыть про наше разногласие ради науки и убила сразу же свое детище раз ты так много сделала чтобы разбудить меня должно быть ты очень очень любишь испытание я тоже их люблю но сначала нужно уладить одна мелочь ключи меня и я зажгу свет вот так вот так чё за хрень произошла наживил эту тварь маньячку эту в первой серии так замечательно ее убил а сейчас она снова здесь еще испытанием не кинула понятно доменная печь осторожнее не споткнись о мои запчасти которые ты сюда сбрасывала и которые не до конца сгорели где-то тут должно быть двойное портальное устройство когда ты найдешь его мы начнем тесты как в старые добрые времена какие добрые времена погоди отлично ты обнаружила двойное портальное устройство выход в испытательную зону должен быть впереди как он требует чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму счастью испытание пока не началось это наш последний шанс поговорить давай что ты мне хочешь сказать говори я тебя внимательно не слушай так откуда я вообще бегу так пока билки убегут а вроде правильно пока так 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 здесь я могу сделать портал здесь не могу а где могу что-то я вроде как не туда так вроде не туда и попал только нигде не могу портал поставить так так может не где-то что-то я может не взял да нет вроде все нормально так 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 как сдвинуть эту печку как я думаю что я может не туда зашел как мне кажется надо посмотреть так если здесь ничего не получается вернемся к истокам так 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 я оттуда пришел правильно ну неправильно давай я подвину это ты знаешь какой самый большой урок который я извлекла из своих действий я обнаружила что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения случае критической ошибки последние две минуты моей жизни сохраняются для анализа так я могла вернее была вынуждена снова и снова переживать то как ты убивала меня вот так ты знаешь сделай ты такое кому-нибудь другому они потратили бы всю жизнь чтобы отомстить тебе к счастью я выше этого так ну ладно и я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе в конечном итоге у нас масса работы и лишь 60 лет чтобы ее сделать примерно у меня нет точных метрик ну разгреби завал мне быстро самое важное ты снова здесь со мной и теперь я знаю все твои приемчики поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней а потом кто знает придумаю себе хобби может воскрешение мертвецов ну ладно на этом все подписывайся на мой канал ставим лайки оставляем комментарии пока 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 Субтитры подогнал «Симон»